Программа Naval Reactors Атомная энергия для ВМС США На данный момент военно-морские силы США располагают самым большим в мире числом кораблей и подлодок с ядерными энергетическими установками, дающими флоту особые возможности. Подготовка к строительству атомного флота велась с конца 40-х годов, а в 50-х и 60-х были получены реальные результаты, ставшие основой для дальнейшего роста. Американские корабли СИЭУ На дальнем плане крейсер В середине На переднем плане авианосец Военно-морская группа Идея создания ядерной энергоустановки СИЭУ для корабля появилась еще в конце 30-х годов, но в течение нескольких лет не получала должного внимания. Весной Он стал руководителем программы СИЭУ для флота. На тот момент далеко не все военно-политическое руководство страны было согласно с необходимостью разработки СИЭУ для флота. Так, принципиальное решение о создании атомной подводной лодки было принято только в конце 1947 года, а разработку СИЭУ для надводных кораблей одобрили еще позже. Три реактора Достаточно быстро удалось определить круг основных задач для дальнейшего решения. Исследования показали, что для применения на флоте наибольший интерес представляют водоводяные реакторы, а также системы с жидким металлическим теплоносителем и газоохлаждаемые установки. Эти три направления следовало изучать и развивать в направлении сокращения габаритов в соответствии с ограничениями конструкции надводных и подводных кораблей. Продолжались споры об очередности разработки реакторов для кораблей и подлодок. Часть флотоводцев и ученых считала, что разработка атомного корабля будет проще и позволит отработать новые технологии. Ха! Рикавер отстаивал приоритет подлодок, поскольку это сулило больше прирост боеспособности флота. Эта точка зрения в итоге победила, и надводные корабли с ИЭУ появились позже подлодок. Отработка конструкции реактора была связанной с материаловедческими и технологическими задачами. Конструкциум ИЭУ предстояло работать в открытом море, в том числе Хайман Джерри Кавер на борту Наутилуса. Основными участниками программы, которым предстояло создать реакторы, стали компании «Вестингхаус» и «Генерал Электрик». Они взялись за разработку ИЭУ с водяным и металлическим теплоносителем соответственно. До определенного времени оба варианта ИЭУ имели шанс попасть на борт будущей подлодки. В августе 1949 год на фоне смены высшего командования флота появился важнейший документ. Программа разработки флотских ИЭУ получала официальный статус. Этот же документ требовал до 1955 года построить и сдать первую АПЛ. Атомный Наутилус. Весной 1950 год состоялось несколько важнейших заседаний, определивших дальнейший ход программы. Было решено построить две новейшие АПЛ по разным проектам, оснащенные отличающимися реакторами. Первый корабль USS Nautilus предлагалось оснастить водоводяным реактором разработки «Дженерал Электрик». Параллельно следовало создать ИЭУ с жидким натриевым теплоносителем, а она предназначалась для будущей второй АПЛ. USS Sea Wolf. USS Long Beach. В походе. В течение нескольких следующих месяцев коллектив «Ха». Рико Верл успел подготовить необходимые документы, что позволило внести проект Наутилуса СТЕУ в кораблестроительную программу на 1952 финансовый год. После некоторых споров проект получил одобрение и был принят к реализации. Подлодка USS Nautilus, SSN 571, должна была иметь водоизмещение 4,1 тысячи точка Т и отличалась рядом характерных конструкторских решений. Впоследствии ставших стандартом для АПЛ. Для нее на фирме «Вестингхаус» разработали реактор «СТЕР», позже переименован в «СТУ-В». Тепловой мощностью 9860 киловатт. Реактор имел длину 4,6 метра при диаметре 6 метров. Активную зону выполнили в виде цилиндра диаметром 1 метр с загрузкой около 100 килограммов. На УТИЛУС заложили в июне 1952 год. Корабль приняли в состав флота в сентябре 1954. ВМС США получил первую в мире атомную подводную лодку. Корабль мог развивать подводную скорость 23 узла и имел практически неограниченную дальность хода. Освоение подлодки с ЕЮ было связано с рядом серьезных проблем, но она показала принципиальную возможность строительства и эксплуатации АПЛ. Лонг-Бич с реактором. К середине 50-х годов было принято решение о разработке ЕЮ для надводных кораблей. Исследования показали, что такие системы могут быть полезными для авианосцев и крейсеров. Командование ВМС решило разрабатывать и строить новые корабли двух классов, которые могли бы работать совместно. Авианосец USS Enterprise и его авиагруппа, 20 июля 1998 года. Первым надводным кораблем CEO стал крейсер USS Long Beach, CLGN 160, CGN 160, CGN 9. Корабль с полным водоизмещением 16,6 тысяча точка Т предлагалось оснастить двумя реакторами типа C1W компании Westinghouse и двумя турбозубчатыми агрегатами. Общая мощность такой энергоустановки 80 мегаватт. С помощью такой энергоустановки крейсер мог развивать скорость до 30 узлов при практически неограниченной дальности хода. Следует отметить, что помимо ЕУ на борту корабля присутствовала масса других нововведений разного рода. Заказ на Long Beach появился в октябре 1956 год. В конце следующего года состоялась закладка, а в июле 1959 корабль спустили на воду. В сентябре 1961 год USS Long Beach, CGN 9, пополнил боевой состав ВМС. Служба корабля продолжалась до начала 90-х годов. В 1994 его вывели из боевого состава, а годом позже списали. Следует отметить, что USS Long Beach был единственным представителем своего проекта. Следующий атомный крейсер USS Spain Bridge, CGN 25, строился по другому проекту. Авианосный атом. В ноябре 1961 год ВМС США приняли свой первый атомный авианосец USS Enterprise, CVN 65. Этот корабль был заказан в 1957 и строился с 1958 по 1960 год как и Long Beach. Энтерпрайз стал единственным представителем своего проекта. Следующий атомный авианосец стал главным в новой серии. USS Enterprise получил энергоустановку на основе восьми водоводяных реакторов. С их помощью вырабатывался пар для турбинных агрегатов и для паровых катапульт полетной полубы. Площадка хранения реакторов со списанных подлодок и кораблей. Несмотря на появление более новых и совершенных авианосцев, USS Enterprise, CVN 65, оставался на службе в течение полувека. Его списали только в 2012 году, а в 2017 отправили на разделку. Прошлое и настоящее. Атомная подлодка, USS Nautilus, атомный ракетный крейсер, USS Long Beach и атомный авианосец, USS Enterprise, стали первыми результатами программы Naval Reactors и заложили основу для дальнейшего развития атомного флота. За ними последовали новые Apple, крейсера и авианосцы разных классов и проектов, оснащенные у более новых и совершенных типов. Со времен наутилуса ядерные реакторы получила несколько сотен кораблей и подлодок. Со временем приоритеты и взгляды командования изменились, что сказалось на составе атомного флота. Сейчас ею используется на подлодках и на авианосцах. До начала 80-х включительно было построено 9 атомных крейсеров, служба этих кораблей продолжалась до конца 90-х годов. На данный момент ВМС США располагают самым крупным атомных надводных и подводных кораблей. В списочном составе флота имеется 11 атомных авианосцев двух проектов, 14 стратегических подводных ракетоносцев и более 50 Apple с крылатыми ракетами трех типов. Это в разы больше, чем у любой другой страны. По всей видимости, США и впредь сохранят свой рекордный атомный флот, построенный на основе достижений 40-х 50-х годов.